Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Как долго она наводила тень на плетень, скрывала, устраивала интригу. И вот, наконец, решила приоткрыть завесу тайны. Юля летит в Париж, чтобы там умереть. Жесть! А похоронить под Эйфелевой башней ее не надо, не как ляпнет. Кто-то ляпнул, и все подхватили эту дурацкую фразу. Давайте обо всем по порядку. Как вы уже поняли, обзор будет на Юлю. Она сейчас находится в столице, отходит от остановки и постоянно дергает свои волосы и очки. Я удивляюсь, как она еще не облысела. У нее так давно появилась эта привычка. То уберет прядь волос за ухо, то снова ее оттуда достанет, то снова уберет и все приглаживает, приглаживает, приглаживает. Так и непонятно, мешают ей эти волосы или она просто нервничает и поэтому делает такие движения. Говорит, киевляне такие хорошие люди. Все подсказали, рассказали, как мне добраться до нужного места. Вот только транспорт у них непонятный. Она не поняла, на каком приехала. То ли это автобус, то ли это троллейбус. Действительно, так сложно в них разобраться, правда? Эти два транспортных средства так похожи друг на друга, но как братья-близнецы. Вот попробуй понять, кто из них кто. Решила прикольнуться или в самом деле не понимает этой разницы? Приехала она к зданию под названием Киев Фуд Маркет. В этом пространстве, сообщила Юля, собраны 22 заведения от разных представителей. Здесь она намерена отдохнуть, собраться с силами и заодно перекусить. Сложно будет ей сделать выбор. Там представлены кухни вообще разных-разных стран. Зашла Юля внутрь, огромное помещение. Ходит она и вчитывается в тексты, которые там написаны, кто что предлагает. Как обычно играет громкая музыка, Юля переживает, что ее могут из-за этой музыки забанить. Но хорошо то, что она очень громко при этом разговаривает, и ее отлично слышно. Я сразу провела параллель с видео Дианы. Когда она, зная, что находится в шумном месте, при этом старается говорить как можно тише. Поэтому ее совсем не слышно. Юля, наоборот, говорит достаточно громко. Она хочет перекричать эту музыку. Решила Юля расположиться на втором этаже. Он ей понравился больше. Там она себя чувствует уютнее. Народа очень много в помещении. Гудит, как у Ли. Ире и Самвелу здесь точно не понравилось бы. Слишком много народа, мало кислорода. Они же людей боятся от каждого куста, шарахаются. Юля ни о чем таком не говорит. Судя по всему, ее люди не напрягают. Она в окружении них находится, как рыба в воде. О, кстати, про рыбу. Говорит, хочу отведать морепродуктов. Проходит она мимо вустриц. Я когда сказала вустрицы. Многие, наверное, вспомнили, как про них рассказывал дед Щукарь. В вустрицах благородная кровь. Она пишет, а генерал ее в горловину пихает. Генералы одобряли вустриц. А вот Юля их забраковала. Говорит, эх, такие хорошие они во льду. С лимончиками лежат. Ну так красочно и живописно. Это все разложено, действительно. Оформлено все на высшем разряде. Смотришь со стороны. И правда, хочется попробовать, но абсолютно все. Она говорит, вустрице это хорошо, но перед дальней дорогой не хочу рисковать. А вдруг что? Взяла Юля рекламную паузу. Говорит, надо подумать, что же мне заказать. Подумала и заказала пасту и компот. Интересное решение. К пасте больше подошел бы бокал вина. Она, зная Юлины способности к данного рода напиткам, ей этот бокал ни в одном глазу не позначился бы. Она вообще предпочитает напитки покрепче. Севка еще тогда не увлекался выпивкой, когда она была в их компании. Они дружили и проводили очень много времени вместе. Поэтому, когда брали ее с собой, он всегда поражался этим ее способностям. Хоть коньяк, хоть бренди. Юля в легкую вливала из себя эти напитки без каких-либо последствий. Кроме громкого смеха и желания потанцевать, они у нее ничего не вызывали. Я всегда смотрела на веселую и хихикающую Юлю и думала, надо же, она столько выпила и ни в одном глазу. Ну, такая веселая, на позитиве. Как бы то ни было, вот сколько бы она ни выпила, координацию Юля никогда не теряла. Я вспоминаю, какая она вначале скромняшка была. Вообще не хотела сниматься в роликах, только ноги случайно ее попадали в кадр. А потом понеслась. Невозможно было ее остановить. Поэтому она в легкую и вписалась в компанию Самвелла. Тихие, скромные люди Севки даром не нужны. Ему нужны люди, на которых он сможет сделать контент. Желательно еще с какими-нибудь пороками или такими предпочтениями, которые будут раздражать зрителей и разводить их на комментарии. Пока Юля ожидает заказ, она обещает рассказать, ну куда же она едет. Если бы она не указала в названии видео Париж, задолбались бы ее зрители ждать, когда же она наконец разродится этой информацией. Каждый делает контент по своему усмотрению. Но так хотелось бы ускорить этот процесс и наконец-то услышать, ну почему она отправляется именно в Париж. Что ее туда так потянуло вдруг резко. И она бах, снова отключается. Ничего не объяснила. Подключилась, показывает тарелку с пастой. Юлю так удивилась, что это паста зеленого цвета. Стала она ковырять в ней вилкой в поисках морепродуктов. Что-то я их там тоже как-то, ну особо не наблюдаю. Лапши валом. Ах де море продуктов. Запах, говорит Юля, именно морепродуктов от этой пасты сумасшедший. Но перерыв всю тарелку, она нашла там, ну не так уж и много кусочков. Не смогла она понять, что конкретно из морепродуктов она ела, но предположила, может быть это кальмары. Повернула Юля камеру на себя и стала есть, параллельно показывая мастер-класс по поеданию этой пасты. Если кто-то не в курсе, обязательно посмотрите видео Юли. Она там все подробно расскажет. Правда, показать у нее не получилось, так как ей не дали ложку. А с ложки было бы удобнее накручивать эту лапшу на вилку. Ну, хотя бы Юля ела не противно. После севки его мамаши Иры с Дианой. Боже, тише можно? Тише! Юля, на мой взгляд, ела лучше их всех. Поела она, ушла и опять не рассказала свою новость. Никак она не может найти место, где ей припухнуть, чтобы об этом поведать. Наконец-то начала. Она уже давно является инфлюенсером косметики Лориал. Прям так и сказала. Лориал. Человек является человеком, к мнению которого прислушивается большое количество людей в отношении рекламы косметики. А произносит название фирмы, почему-то Лориал. Помимо того, что фирма заключает с нею долгосрочный контракт, так еще и приглашает на один день в Париж. Ой-ой-ой. Я сразу подумала, как она туда полетит. Я помню ее панический страх во время прежних перелетов. Когда она первый раз летела с Самвелом и Колей, она была ни жива, ни мертва. Она постоянно трогала себя за лицо, закатывала глаза. Она была на грани обморока. И когда прилетели в Италию, вот все дни, что они там находились, она не могла успокоиться и взять себя в руки. Она сама признавала, что весь отдых себе испортила тем, что снова нужно было лететь обратно самолетом. А лететь она очень боялась. Но избавиться от этих мыслей она никак не могла. Не постоянно, навязчиво лезли ей в голову и днем, и ночью. Тебе возвращаться обратно, Юля. Тебе снова лететь на этой страшной и ужасной крылатой машине. И вот теперь перелет во Францию. Ну, как говорится, охота пуще неволи. Конечно, она такой случай упускать не собирается. И с радостью согласилась. Летит Юля туда всего на один день. Там их будут учить, как правильно делать контент. Как красиво и вкусно преподносить информацию потенциальным покупателям. Сказала, что компания целиком и полностью берет все расходы на себя. Вот как только начинается Юлина передвижение из своего города и до Парижа, и там, естественно, тоже. И потом, пока она опять не вернется обратно до дверей своей квартиры, это все ей будут оплачивать. Также Юля рассказала о своем маршруте. Говорит, вот сейчас в Киеве. Потом едем на поезде в Польшу. Потом в Варшаву. А оттуда самолетом до самого города Парижа. Эмоции, конечно, Юлю захватывают. Она вся такая в восторге. Такая вся. Вау, ребята, класс. Лечу в Париж. Плохо, что она там будет находиться всего лишь день. Даже не сутки, как я поняла, а один день. Вот прям компания решила серьезно на них сэкономить. Ну, могли бы уже девчонкам предоставить возможность прогуляться по Парижу. А так у них будет, ну, какой-то совсем малый отрезок времени, чтобы увидеть, ну, хотя бы что-то. Юля ничего не сказала о том, можно было бы там задержаться еще на какое-то время самостоятельно. Ну, сказать, я хочу еще здесь немножечко побыть. Чтобы осмотреться, набраться впечатлений, эмоций. За время Ютуб-карьеры она наверняка скопила себе хоть какой-то маломальский капитал. Несмотря на то, что она потратилась на достаточно крупную покупку, которую сделала в последнее время, это покупка машины. Меня просили зрители сделать обзор на эту покупку. А у меня что-то, значит, так руки до этого и не дошли. Ну, она надеется, что у нее будет возможность увидеть Эйфелевую башню. Она так и сказала, Эйфелевую, чтобы на ней сфотографироваться. Ну, будем ждать фото и видеоотчет от Юли на Эйфелевой башне. В субботу утром она с приглашенными девчонками. Да, она сразу сказала, что будут еще девочки. Она не одна туда летит. Еще будут девчонки, которых она не знает, с которыми она не знакома. Вот они встретятся перед поездом, перед самой этой поездкой, началом путешествия. И все дружненько познакомятся. В общем, из Парижа она должна улететь в субботу. Сегодня суббота. Утро прошло, значит, улетели. Юля обещает, что будут выходить на ее канале насыщенные видео. Ну, пока ничего этого нет и в помине. Я думаю, что будет точно так же, как с рассказом об этой новости. Пока она это рассказала, в принципе, ролик подошел к концу. Скорее всего, она будет выкладывать видео из Парижа, когда уже вернется в свою страну. Ну, я так думаю, потому что суббота уже прошла. Да, уже у нас, по крайней мере, время после обеда. Понятно, что время везде разное. Но пока что роликов нет. Поблагодарила Юля свою аудиторию за поздравления, если таковые будут. И уже попрощалась с расчетом больше не выходить. Но потом подключилась еще раз уже из зала ожидания. Говорит, путешествие еще не началось. А она уже устала, вымоталась после этого путешествия. Когда она вернется, она свалится без задних ног и будет только отдыхать, отдыхать и отдыхать. Она еще раз рассказала про маршрут. Добавила, что ей купили отличный билет на поезд, бизнес-класс. Будет у нее свой столик возле окна, плюс вода. Обещает снова снимать какие-то видео, что-то выкладывать. Хотела добавить пару слов по поводу негативных комментариев. Но, слава богу, она вовремя одумалась и передумала. Слава богу, я уже думала, ну точно будет сейчас как севка. Он тоже мечтал куда-то выехать за границу из своей страны. Тоже хотел набраться каких-то других эмоций и впечатлений. А когда выехал, оказалось, что ему кроме ютуба и комментариев больше ничего не нужно. Но с тем же успехом можно было сидеть дома, продолжать снимать ролики и орать на зрителей. Для этого не обязательно было куда-то тащиться. Я не знаю, буду ли я делать обзоры на продолжение Юлиного путешествия. Но лично для себя точно посмотрю. Может быть и в самом деле будет так интересно, как Юля обещает. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!